Мы можем перейти к следующей повестке дня по защите диссертации Вильняна Кирилла Александровича на тему «Межэтнический конфликт в Шри-Ланке. Влияние на систему отношений в регионе Южной Азии». Представлено на соискании ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.004 «Политические проблемы международных отношений глобального и регионального развития». Научный руководитель, главный научный сотрудник Центра евразийских исследований имени Натальи Евгеньевны Бажановой Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Володин Андрей Геннадьевич. Официальные оппоненты. Доцент кафедры государственного и муниципального управления Института государственного управления и права Государственного университета управления, доктор политических наук Яковлев Александр Юрьевич. Второй оппонент. Профессор кафедры теории и истории международных отношений Российский университет дружбы народов, доктор исторических наук Юртаев Владимир Иванович. Ведущая организация. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Института стыковидения РАН. Слово по личному делу соискателя представляется ученым секретарем. Пожалуйста. Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, представлено дело Вильнина Кирилла Александровича, 1987 года рождения. Родился в городе Коломбо, Шри-Ланка, гражданин Российской Федерации. В 2010 году окончил Институт мировой политики Международной академии бизнеса и управления. Присуждена квалификация специалист в области международных отношений по специальности международные отношения. В 2013 году окончил аспирантуру дипломатической академии по специальности 23.004. Имеется документ о сдаче кандидатских экзаменов. Владеет английским и испанским языками. Представлен отзыв ведущей организации, два отзыва официальных оппонентов, отзывы на автореферат диссертации, а также другие документы, которые позволяют приступить к защите данной работы. Имеются ли вопросы по личному делу соискателя? Пожалуйста, есть ли вопросы? Если вопросов нет, то позвольте подоставить слово соискателю Вильнину Кириллу Александровичу. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые председатели, уважаемые члены диссертационного совета. Вашему вниманию представлена диссертация на тему «Межэтнический конфликт в Шри-Ланке. Влияние на систему отношений в регионе Южной Азии». Выбор темы диссертационного исследования обусловлен рядом факторов. Мое пребывание в Шри-Ланке в период вооруженного противостояния, изучение Сингала-Тамильского конфликта на протяжении более 20 лет, а также отсутствие комплексов научных исследований по конфликту в Шри-Ланке в последние годы. Актуальность работы определяется тем, что межэтнические конфликты относятся к числу самых затяжных, трудноразрешимых и кровопролитных по сравнению с другими видами социальных конфликтов. Они превратились в доминирующую форму насилия и стали одним из глобальных вызовов современности. Распад колониальной системы в Азии и Африке во второй половине XX века привел к появлению новых независимых государств, зачастую создававшихся в результате волевого решения бывших митрополий, без учета сложившихся этнических и религиозных реалий. Наличие в этих странах большого числа этнических групп создало множество очагов трений и конфликтов на национальной этнической почве. При этом произошел значительный рост межэтнической напряженности в самих индустриально развитых странах, для которых этнические проблемы ранее считались нетипичным явлением. Увеличение числа межэтнических конфликтов, риск выхода их за рамки одного государства, а также перемещение большого числа беженцев во время конфликтов все в большей мере вызывает серьезную заботчность мировой общественности. Межэтнический конфликт в Шри-Ланке превратился из чисто локального события в явление, оказывающее влияние на отношения в южноазиатском регионе с высокой степенью интернационализации и вовлеченности в него большого числа иностранных участников. Современная мировая политика характеризуется дальнейшим ростом роли и значения в ней макрорегионов, одним из которых является Южная Азия. Целью моего исследования стало проведение научного анализа теории и практики межэтнических конфликтов на примере Сингало-Тамильского конфликта в Шри-Ланке. В соответствии с целью исследования были поставлены и решены следующий комплекс исследовательских задач. Определить сущность природы межэтнических конфликтов и провести анализ основных научно-теоретических подходов. Изучить причины и ход Сингало-Тамильского конфликта в Шри-Ланке. Выявить особенности и отличительные черты тигров освобождения Тамилы-Лама как севератистской террористической организации. Проанализировать лангкийскую политику Индии, США и Китая через призму Сингала-Тамильского конфликта и растущего значения Южной Азии и Индийского океана в мировой политике. Определить отношения России к конфликту в Шри-Ланке и оценить уровень доустроенных связей на современном этапе. Новизна диссертации состоит в приведении комплексного научного исследования Сингало-Тамильского межэтнического конфликта и роли крупных мировых держав в Шри-Ланке в политологическом ракурсе. Формирование авторского определения термина межэтнический конфликт, проведение многогранного анализа влияния крупных международных акторов на ход всего вооруженного конфликта в Шри-Ланке, обосновании важной роли островного государства в современных реалиях распространения интересов Китая и США в Индийском океане и Южной Азии и оценке уровня двусторонних связей из Шри-Ланки на современном этапе. Полученные данные исследования позволили сформулировать следующее положение диссертации, выносимой на защиту. Сингало-Тамильский конфликт в Шри-Ланке является классическим примером межэтнических конфликтов в современности и подтверждает ценность теоретико-методологических подходов с социогументарным знанием. Все попытки международного участия в регулировании вооруженного конфликта потерпели неудачи, что характерно для конфликтов на этнической почве. Тигры освобождения Тамил и Лама представляли собой по-своему уникальный феномен и являлись одной из наиболее беспощадных и кровожадных террористических организаций современности. В 90-е годы XX века Тотти фактически превратилась в ядро тамильского сепаратистского квази-государства. Сегодняшняя ситуация в Шри-Ланке – это фактически латентная фаза межэтнического конфликта, но уровень напряженности последовательно снижается. В последние годы наметился определенный геополитический поворот Соединенных Штатов и Китая в сторону регионов Тихого и Индийского океанов. В Южной Азии уже наблюдается определенная напряженность по линии США-Китай и Индия-Китай. В этих условиях Шри-Ланка в силу своего географического положения становится объектом повышенного интереса этих держав. Проведенное исследование также позволило сделать ряд обоснованных выводов, среди которых хотелось бы выделить следующие. Межэтнический конфликт представляет собой сложное многоплановое явление. Его изучение так или иначе является частью системы социо-гуманитарных наук, прошедшая более чем за вековой период и несколько этапов развития. Однако при всем объеме и успешном развитии исследований в области этноконфликтологии на сегодняшний день по-прежнему остается сложным процесс их предотвращения и завершения. Можно выделить несколько очевидных отличий этнических конфликтов от других видов социальных конфликтов. Во-первых, эти конфликты могут уходить своими корнями на столетия в прошлое. Во-вторых, они являются одними из самых затяжных. Латентная открытая фаза могут не раз чередоваться. В-третьих, урегулирование таких конфликтов не всегда означает их разрешение. Насилие может вспыхнуть с новой силой. И в-четвертых, эти конфликты могут продолжаться, несмотря на попытки элит конфликтующих сторон их остановить. Последние годы стали самыми продуктивными с точки зрения национального примирения в Шри-Ланке. Тем не менее, для окончательного примирения двух общин уйдут годы, если не десятилетия. Исследования показали различные подходы США, Китая и Индии по отношению к этническому вопросу в Шри-Ланке. Соединенные Штаты Жесткий подход к тиграм освобождения Тамилы-Лама Критика центрального правительства Шри-Ланки за несублюдение прав человека и международного гуманитарного права Требование скорейшего расследования действий обеих сторон конфликта на последних этапах вооруженного противостояния Причина активизации США на ланкийском направлении Нахождение у власти в Шри-Ланке прозападных сил в определенные периоды времени События 11 сентября 2001 года Глобальная война с терроризмом и противодействие распространяющемуся влиянию Китая Китай Невмешательство во внутренние дела суверенного государства Крупнейшие поставки военной техники и вооружений правительству Всесторонняя поддержка центрального правительства Шри-Ланки в его мерах по искоренению терроризма Сотрудничество на международном уровне по вопросам прав человека Причина активизации на ланкийском направлении Укрепление внешнего контура своей безопасности В свете потенциальных геополитических угроз Обеспечение энергетической безопасности И расширение финансо-экономического влияния Индия, непосредственное участие в конфликте 80-х годов 20 века Политика невмешательства начиная с 90-х годов 20 века И осуждение Тотти Попытка решить сингало-тамильские противоречия путем изменения законодательства Шри-Ланки Экономическая помощь тамильскому населению острова Пострадавшему в ходе вооруженного конфликта Причина активизации Индии на ланкийском направлении Вмешательство в нерегиональных держав Междуэтнический конфликт в Шри-Ланке И невозможность игнорирования мнения Многомиллионного тамильского населения штата Тамилнат Россия Осторожная политика невмешательства в этнический конфликт в Шри-Ланке Поддержка любой инициативы по мирному урегулированию Сингало-тамильских противоречий И осуждение терроризма Как методы решения политических, в том числе этнических проблем Шри-Ланка успешно использует международную конъюнктуру в своих интересах В результате она получала и получает помощь на нужды развития в гораздо больших объемах Своим присутствием в Южноазиатском регионе Китай выступает в качестве своего рода противовеса индийскому влиянию И тем самым предоставляет возможность другим странам региона Получать дивиденды от складывающейся ситуации И, наконец, уровень развития отношений между Россией и Шри-Ланкой По-прежнему не соответствует растущему геополитическому значению региона В современной мировой политике Имеются большие резервы для их дальнейшего развития При проведении исследования были использованы официальные документы В том числе Конституция страны, соглашения между конфликтующими сторонами Двусторонний договор Шри-Ланки и Индии Резолюции Совета ООН по правам человека и так далее Использование большого объема источников и литературы Позволило исследовать проблему с разных сторон И выявить широкий спектр подходов Которые имеются на сегодняшний день Как в отношении межэтнических конфликтов в целом Так и сингала-тамильского конфликта в частности Это также помогло определить роль Шри-Ланки В геополитическом соперничестве Крупных региональных и внерегиональных держав Более подробное с положениями исследования А также его выводами Можно ознакомиться в тексте диссертации и автореферате Благодарю за внимание Спасибо, Кирилл Александрович, за Ваше выступление Какие будут вопросы к соискателю, пожалуйста Можно, пожалуйста, Олег Петрович Уважаемый Кирилл Александрович У меня такой вопрос У Вас в качестве задачи стоит Такая задача Выявить особенности, отличительные черты ТОТИ как сепаратистской террористической организации Не уволен Вы пояснить В чем эти отличительные черты И кого Вы сравнивали с ними Аль-Каиду, ИГИЛ Вот чем отличается эта организация от других Спасибо Олег Петрович, спасибо за вопрос Сравнительного анализа я не проводил Но, тем не менее, в ходе своих исследований Я пришел именно к такому выводу Основываясь на материалах, которые я изучал Во-первых, тигры о освобождении Томил и Лама Были одним из, скажем так Были одним из популяризаторов смертников Терристов-смертников То есть за период с 1980 года по 2001 год Из 175 терактов, совершенных смертниками 84 принадлежали именно ТОТИ Во-вторых, в этой организации Например, боевикам выдавали цианистый калий В случае захвата их в плен Они могли его использовать и использовали Чтобы не сдаваться врагу Кроме того, создавались многочисленные подразделения В том числе и детское подразделение Женское, воздушное, морское Был специальный отряд смобист под названием «Черные тигры» Туда принимали не всех И не сразу можно было, скажем так, провести операцию Этого человека должны были еще, скажем так, верифицировать для этого В основном, именно по этим критериям Я и строил свое исследование Именно этот вопрос Спасибо, пожалуйста, еще вопросы Пожалуйста Да, у меня вопрос такой Какое место вот этот конфликт занимал, а может быть и вообще не занимал Советско-индийских и российско-индийских отношений? Спасибо за вопрос Этот конфликт в отношениях Индии и Советского Союза Занимал не самое приоритетное место, скажем так Не самое приоритетное направление политики внешне было в СССР Тем не менее, наша позиция строилась следующим образом Она разделяла политику Индии в отношении конфликта Советский Союз был против вмешательства иностранных акторов Международных акторов, других в конфликт, в том числе США Поддержал индийско-ланкийское соглашение, заключенное в 87-м году Поддерживал операцию индийских сил по поддержанию мира в Шри-Ланке Но в то же время Советский Союз никогда не вмешивался напрямую в конфликт Поддерживал правительство Шри-Ланке в его методах решения межтехнического конфликта вооруженного Если это были переговоры, то поддерживал мирные переговоры Если это были операции по уничтожению террористов, то поддерживали их Россия также занимает пятое место по объему поставок вооружений правительства Шри-Ланке В период вооруженного конфликта общим объемом 170 миллионов долларов суммарно Также после окончания вооруженного конфликта Россия оказывала гуманитарную помощь В восстановлении районов, затронутых конфликтом Выделила кредит в 300 миллионов долларов на закупку вертолетов Ми-17 И развивает сотрудничество в антитеррористической сфере То есть начиная с 2001 года, когда было подписано соглашение о сотрудничестве в антитеррористической области И что подтвердил в ходе своего визита на остров Сергей Викторович Лавров в 2009 году Спасибо Спасибо, пожалуйста, еще вопросы? Да, пожалуйста Кирилл Александрович, пожалуйста, поясните Вот вы в положениях, выносимых на защиту, указываете, что межэтнические конфликты очень трудно поддаются урегулированию Пишите, это характерно для конфликтов на этнической почве Поясните, пожалуйста, а почему их так трудно урегулировать и вообще Какие усилия надо предпринимать, чтобы как-то эти проблемы были решены межэтнические? В чем сложность именно этого конфликта? Спасибо Извините, в Шри-Ланке или в общем? Ну, вы пишете положение, положение, конечно, в Шри-Ланке Все хорошо, Лидия Евгеньевна, спасибо Но вы говорите, это характерно для конфликтов на этнической... Что характерно? Поясните, пожалуйста Спасибо Это вот положение 2, выносимое на защиту Спасибо за вопрос, Лидия Евгеньевна По поводу межэтнических конфликтов Сложность их разрешения определяется тем, что противоречия могут уходить в века, скажем так То есть конфликт имеет ценностную составляющую То есть между этническими группами возникают глубинные противоречия, основанные на культуре, языке, религии и так далее Которые, в принципе, очень трудно решить простым мирным соглашением Поэтому можно делить, скажем так, окончание конфликта межэтнического на урегулирование и разрешение И, как правило, урегулирование, подписание какого-то мирного соглашения не решает всех проблем И конфликты переходят снова в латентную фазу И после этого могут вспыхнуть снова Гораздо более сложное явление – это разрешение конфликта Когда противоречия, которые в его основании находятся, ликвидируются, то есть они решаются Но если это сепаратистский конфликт, как правило, этнические конфликты имеют именно сепаратистский толк То решение, разрешение конфликта – это игра с нулевой суммой Поэтому в данном случае, вот именно по этим критериям я и определил, что межэтнические конфликты крайне трудно разрешены Симур, пожалуйста, еще вопросы Кирилл Александрович, я вот то ли плохо слушал, то ли вы нигде не назвали Кроме ответа на вопрос, вот Володина, США у вас прозвучало Но в автореферате и в вашем выступлении Это вообще как-то вы обошли, я впервые такое слышал, что США, их присутствие, их влияние, их роль какая-то есть Вот я если так, значит, на вскидку, то как будто они там вообще отсутствуют Во что я не верю, кстати Поясните Благодарю за вопрос Присутствие США в Шерланге в основном наблюдалось в 80-е годы и в середине 2000-х годов В 80-е годы президент Шерланге Джуниус Джайя Вордена искал поддержки международной в уничтожении террористов Такую поддержку он не получил в Индии И он активно развивал отношения с Соединенными Штатами Посетил США в 84-м году США расширило военное сотрудничество с Шри-Ланкой Поставляло вооружение Но в конечном итоге посчитало целесообразным на фоне улучшающихся отношений с Индией В дальнейшем не вмешиваться в конфликт И в дальнейшем она в основном осуждала тигров в освобождении Тамила Лама И правительство Шерланги за нарушение норм гуманитарного права и прав человека в ходе вооруженного конфликта Особенно на последних его этапах То есть если в 2000-х годах было сотрудничество и в военной сфере И Шерланг участвовал в программе поддержки зарубежных стран США То к 2009 году, к моменту окончания вооруженного конфликта По нескольким аспектам эта поддержка была свернута А после конфликта США стала инициатором политики международного сообщества Западного в первую очередь против Шерланги И была автором нескольких резолюций Совета ООН по правам человека Осуждающих армию и правительство Шерланги за политику против Тамилов И даже в какой-то момент было предложение создать международный суд по расследованию этих преступлений В остальном основная сторона, которая участвовала в решении этнической проблемы в Шерланге Была, конечно же, Индия Спасибо Спасибо Пожалуйста, Антон Ильич Кирилл Александрович Вот я всегда смотрю на диссердацию Научная новизна Перечитали какая-нибудь серьезная, большая научная проблема И на публикации У вас все это, так сказать, с положительной стороны надо оценить Но вот я прочитал научную новизну И думаю, что может возникнуть вопрос на экспертном совете ВАКа У вас сказано Научная новизна Тема межэтнического конфликта в Шри-Ланке Пока не стала объектом отдельного комплексного исследования в отечественной науке По-прежнему является, имеется широкое поле для исследовательской деятельности в этой области Кроме того, научная новизна состоит в многогранном анализе То есть это способ подачи материала А вот научную новизну я так и не понял Потому что я говорю, что на экспертном сайте ВАКа Может возникнуть такой вопрос Так в чем же вы видите научную новизну своей работы? Научная новизна моей работы состоит в том, что межэтнический конфликт в Шри-Ланке Рассмотрен именно как таковой Потому что некоторые эксперты и особенности в Шри-Ланке называют это антитеррористической операцией И межэтнический конфликт в принципе не признают А сам по себе этнический конфликт, он не только заключается в вооруженной фазе Он также является и Он начался по сути в 40-е годы 20-го века и продолжается до сих пор Поскольку это признается не везде Это исследование научной новизны заключается в том, чтобы доказать Что конфликт в Шри-Ланке это все-таки межэтнический конфликт Что противоречие в Шри-Ланке это межэтнический конфликт Кроме того, научная новизна заключается в том, что до этого Шри-Ланка не рассматривалась как государство, которое может сыграть важную роль В распространении влияния США, Китая и Индии в Южной Азии Особенно Китая, которая значительно вкладывает в Шри-Ланку в экономическом плане Для того, чтобы в дальнейшем получать от этого дивиденды Возможно даже не экономически, возможно даже больше Спасибо Есть ли еще вопросы к сыскателю? Достаточно Пожалуйста, присаживайтесь Слово представляется ученому секретарю для оглашения основных положений отзыва ведущей организации И письменных отзывов, которые поступили на диссертацию Пожалуйста Отзыв представлен Институтом Востоковедения Российской Академии Наук Отзыв положительный И если председатели и члены диссертационного совета не против Я не буду зачитывать отзыв полностью, а остановлюсь на критических замечаниях Пожалуйста, какие будут? Пожалуйста В работе не столь четко обозначены объект и предмет исследования Что в определенном смысле не способствует цельному и целостному изложению Хотя это не так просто сделать в работе Ориентирующейся на многомерность сложного историко-политологического явления Тем более, что существенно важно при включении более широкого контекста международных отношений в регионе Южной Азии И даже более сложных отношений в глобализирующемся мире Второе Представление понятий этнос или конфликт А тем более, упоминание классического конфликта Не позволяет в полной мере понять существо межэтнического противостояния В любом государстве можно найти представителей других этносов Но это не означает наличие или назревание открытого конфликта между ними Хотя не исключает возможности конфликтов в отдаленном будущем Обозначенная динамика конфликта по существу опирается лишь на общее представление об этнических процессах И на уже проявленное событие, что дает возможность лишь констатировать, а не исследовать Очевидно, что представление этноса фиксирует наличие и отсутствие объекта Но не способствует его предметному изучению Важнее учитывать состояние этноса, его консолидацию, наличие целеполагающей элиты и прочее Для истории Шри-Ланки важно также, что индоарии и дровиды переселились на остров почти одновременно Но за тысячелетия не образовали этнические более гомогенного общества А эпоха колониального владычества усложнила ситуацию Появление индийских тамилов на цейлонских плантациях усугубило и без того сложное положение в отношениях двух этносов Было бы интересно обсудить и культурные различия между этносами Наличие, например, противопоставлений между буддистами и индуистами Не могло не оказать воздействия на тысячелетия конфликта Любой этнический конфликт уникален Но при этом можно говорить о каких-либо общих закономерностях Что хотелось бы увидеть в последующей работе автора Попытка включить как можно больше источников и исследований по затронутым в работе вопросам Подчас переходит в зависимость от источников, точек зрения, что сужает пространство мысли автора Высказанные замечания в целом не снижают положительное впечатление от работы Вильняна Кирилла Александровича Их стоит рассматривать как предложение по улучшению формы и качества дальнейших научных исследований автора Диссертационная работа Вильняна Кирилла Александровича отвечает требованиям ВАГ Министерства образования России Предъявляемым к диссертациям, представленным на соискании ученой степени кандидата наук А ее автор заслуживает присуждение искомой степени кандидата политических наук по специальности 23.004 Кирилл Александрович, вам представляется слово для ответа на замечания ведущей организации, пожалуйста Благодарю за обстоятельное замечание По первому блоку замечаний в данной работе в силу многомерности и сложности исследуемого явления Как справедливо отмечено в отзыве, действительно не так легко четко обозначить объект и предмет исследования Тем не менее, при их определении я ориентировался на общий замысел исследования А именно межэтнические конфликты в целом и непосредственно конфликт в Шерланке Влияние на него внешних сил и влияние конфликта на эти внешние силы А также влияние конфликта на отношения Шерланки с другими странами В данном исследовании это та часть научного знания и тот аспект проблемы, который я взял для изучения Согласен с замечанием, что в определенной степени создается впечатление аддитивности Могу сказать, что в своей работе я стремился создать целостное впечатление Рассмотрев сначала теоретические аспекты межэтнических конфликтов, а затем сам конфликт в Шерланке Который в контексте первой главы действительно имеет все черты межэтнических Именно для того, чтобы лучше раскрыть межэтнический конфликт в Шерланке и была задумана первая глава Но, видимо, увлекшись определенными аспектами, я несколько потерял связующую нить Надеюсь, в будущем больше уделять внимание целостности изложения По второму блоку замечаний хотел бы отметить, что понятия этнос и конфликт приведены мною Для понимания наиболее часто встречающихся черт большинства конфликтов в мире И такой устойчивой совокупности людей, как этнос В данной части работы приведены несколько определений межэтнического конфликта А также авторское определение этого понятия, которые, по моему, замыслу и помогают лучше понять Существо межэтнического противостояния Возможно, стоило более детально и предметно изучить этот вопрос Но в ходе написания диссертации я не стремился сделать акцент на этих понятиях А сосредоточиться именно на межэтническом конфликте Считаю оправданным замечание относительно констатации происходящих событий и процессов, а не их исследований С этой точки зрения я рассматриваю данную работу как основу для дальнейших исследований В области межэтнических отношений в Южной Азии и в особенности в Шерланге Я бы хотел продолжить работу по этой тематике в будущем И представить более глубокий анализ по тем ее аспектам Которым в данной работе не было уделено должного внимания Полностью разделяю позицию, что проживание других этносов в рамках одного государства Не означает наличие или назревание конфликта Но не исключает его в будущем Яркий тому пример Шерланга до превращения в колонию Британской империи Когда по большому счету сингалы и тамилы сосуществовали достаточно мирно Отсутствие информации об индийских тамилах объясняется в первую очередь тем Что в данном исследовании я рассматривал конфликт между цилонскими тамилами и сингалами Индийские тамилы представляют собой отдельную общину со своими традициями Тесно связанными с индийским штатом Тамилнат Они живут в основном в центре острова Ацилонские тамилы, потомки тамилов королевства Джафна и восточном побережье В переписи населения индийские и ланкийские тамилы до сих пор обозначаются Как две разные этнические группы И до 80-х годов 20-го века две общины даже не задумывались о том Что они могут быть каким-то единым целым Тем не менее, упоминания об индийских тамилах, живущих в Шерланге Которые также подвергались нападениям Можно найти на страницах 83-84 диссертационного исследования Соглашусь, что было бы лучше обсудить и религиозные различия между этносами Однако в данном случае религиозный фактор играл куда меньшую роль, чем этнический Так остро не стоял вопрос и об ограничении вероисповедания В отличие от ограничений, которые накладывали на использование тамильского языка На котором говорят как тамилы, так и мавры Это свидетельствует о наличии этнической, а не религиозной неприязни Можно также привести пример Малайзии, где проживает немало тамилов В том числе и выходцев из Шерланги, которые исповедуют индуизм Однако открытых конфликтов с общинами и исповедующими буддизм там не возникает Наконец, как справедливо замечено в отзыве ведущей организации Каждый конфликт уникален, но при этом есть и общие закономерности В данном конфликте они совершенно точно есть Что следует из написанного параграфа 1.2 диссертации А также подтверждение этому можно найти на странице 146 диссертации По третьему пункту замечаний отмечу, что Пекин был напрямую заинтересован Скорейшем завершении, по крайней мере, вооруженной фазы конфликта Что открывало перспективу для реализации китайских экономических проектов На острове и в Южной Азии в целом Кроме того, на фоне постоянного политического давления Запада и Индии На лангийское правительство, именно Китай оказался тем политико-экономическим спасательным кругом Который помог Шри-Ланке справиться с растущим международным давлением Для США же в последние годы вопрос прав тамилов стал чуть ли не краеугольным камнем Их политики в отношении Шри-Ланки В результате в течение многих лет у Китая было больше возможностей Для укрепления своих позиций в Южной Азии В то время как Индия и США были заложниками своей политики По отношению к Сингало-Тамильскому конфликту Для Шри-Ланки же конфликт на протяжении последних 35 лет Стал одним из центральных вопросов И не учитывать его в своей внешней политике она не могла Отсюда и влияние внутренней политики на внешнюю И на двусторонние отношения с другими государствами Наконец, по поводу последнего замечания В связи с тем, что тема мало исследована в отечественной науке И многие факты, отраженные в диссертации, не общеизвестны Я старался ссылаться на материалы, которые подтверждали бы тот или иной обозначенный факт Ту или иную высказанную идею Или же для отсылки к материалам для более глубокого изучения Какого-то отдельного аспекта исследуемой тематики Или других тем, связанных с Шри-Ланкой Спасибо Спасибо, Кирилл Александрович Пожалуйста, присаживайтесь Переходим к обсуждению диссертации Слово предоставляется официальному оппоненту Доценту кафедры государственного и муниципального управления Института государственного управления и права Государственного университета управления Доктору политических наук Яковлеву Александру Юрьевичу Пожалуйста Добрый день Прежде всего хотелось бы поблагодарить дипломатическую академию За приглашение выступить официальным оппонентом Ну и теперь, собственно, к работе Но актуальность проведенного исследования не вызывает сомнений События последних десятилетий свидетельствуют, что география межэтнических конфликтов в мире постоянно расширяется Для Российской Федерации также существует данная угроза Какие-то события уже имели место быть Какие-то потенциально могут случиться В этой связи изучение зарубежного опыта В том числе и Шри-Ланке Было бы крайне полезно Теоретическая значимость и научная новизна диссертации заключается В исследовании в политологическом ракурсе протекания межэтнического конфликта в Шри-Ланке Изучение роли ее акторов как внутри, так и за пределами государства и южно-азиатского региона Практической ценностью исследования определяется Возможностью транспозиции эффективных технологий, механизмов Регулирования межэтническим конфликтом Другими государствами, в том числе и Российской Федерации Структура работы логично отвечает в целом целям и задачам исследования Базируется на большом пласте литературы Общее количество источников 356 единиц Значительная часть на английском языке Особое внимание стоит отметить В основном базируется на англоязычной литературе южно-азиатских авторов Которые введены в научный оборот Некоторые из них впервые Ну и переведены к фрагментам которых соискателям лично Не буду отнимать время на дачу подробной характеристики Отдельным частям работы И перейду непосредственно к недостаткам Которые с моей точки зрения имели место быть Первое В третьем положении выносимым на защиту Соискатель относит игров освобожения Томила-Лама К одной из наиболее беспощадных и кровожанных организаций современности Однако в работе не приводятся критерии наделения организации Указанными эмоционально окрашенными характеристиками А также не приводится сравнение ТОТИ с иными радикальными структурами Позволившими диссертанту выявить более высокую степень Беспощенности и кровожанности ТОТИ Второе В первой главе и некоторых иных частях диссертации В особенности параграфе 1.1 Недостаточно показано авторское видение поднятых вопросов Преимущество приводится только к позиции иных исследователей Без приведения критического анализа их идей Третье В параграфе 2.1 автор поставил задачу изучить предпосылки И причины межэтнического конфликта в Шри-Ланке Наиболее значимые из которых Только перечисляются соискателем Страница 41.42 Без глубокого их раскрытия Четвертое Соискателю следовало фундаментально исследовать Этнические особенности и различия между Сингальским и Тамильским населением Шри-Ланки Послужившие источником межэтнического конфликта Пятое Автору стоило больше внимания уделить описанию Политической платформы ТОТИ И ее изменению с течением времени И иных организаций, задействованных Межэтническим конфликтом в Шри-Ланке Причинам массовой поддержки среди населения Радикальных организаций и ее раскола Несмотря на наличие вышеуказанных замечаний Они не носят принципиального характера И не оказывают существенного влияния на положительную оценку Диссертационного исследования Представляющего собой самостоятельную Научно-квалификационную работу Имеющие значение для развития политической науки Автор реферата и публикации автора Отражает структуру содержания И раскрывает ее основные положения Таким образом Диссертация Велина Кирилла Александровича Межэтнический конфлик в Шри-Ланке Влияние на систему отношений в регионе Южной Азии Отвечает требованию пунктов 9, 10, 11 Положение присуждения ученых степеней Отвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 24 сентября 2013 года Номер 842 Потребляемая диссертация на соискание Ученой степени кандидата наук А ее автор заслуживает Присуждение искомого степени Кандидата политических наук По специальности 23.004 Политические проблемы Международных отношений Глобального и регионального развития Благодарю за внимание Спасибо Александр Юрьевич За ваш отзыв Слово для ответа на замечания Представляется сыскателю Пожалуйста Хочу поблагодарить Александра Юрьевича За сделанные замечания А также положительную оценку моей работы По первому пункту соглашусь Что возможно этот вопрос Раскрыть не в полной мере Но когда я наделял Тотти Такими эмоционально окрашенными Характеристиками Я в первую очередь Руководствовался Следующими критериями Регулярные политические убийства На самом высоком уровне Жестокие и кровавые теракты Включающие резню Расстрелы, взрывы Использование мирного населения В качестве живого щита Среди первых в мире Вербовка детей в качестве смертников Широкое использование смертников Известных как черные тигры В состав которых ходили исключительно террористы-самоубийцы Именно за это в том числе их и знают И как я уже упоминал С 1980 года по 2001 Из 188 наиболее крупных терактов Совершенных во всем мире Таким способом 75 были организованы именно ТОТИ По поводу замечаний Касающегося авторского видения Некоторых поднятых вопросов В исследовании я не задавался целью Провести критический анализ Самих теорий и концепции Так как это было сделано до меня И гораздо более глубоко Я стремился критически оценить Каждый этап развития этноконфликтологии И показать эволюцию концепции И теории в ее становлении Все это отражено на странице 25.26 И 145 диссертации Относительно замечания О перечислении причин межэтнического конфликта Перечисленные на указанных страницах причины Спровоцировали именно вооруженный конфликт В то же время по своей совокупности Эти же причины вызвали резкое обострение Межэтнических отношений И привели к эскалации этнического конфликта в целом Основная же причина этнической напряженности Или этнического конфликта В его латентной стадии Которую я бы выделил в первую очередь Это проводимая политика Британской империи Разделяя властвы А также появление в конце 19 века Движения буддийского возрождения Объединявшего в основном Представителей сельско-сингальской элиты Логика исследования Показывает, что сингалы опасались ассимиляции Из-за своей небольшой численности По сравнению с численностью тамилов Проживающих в Шерланге и на юге Индии А также были недовольны привилегированным положением тамилов Тамилы же не захотели терять те позиции Которые им достались после англичан И протестовали против ущемления своих прав Ответ на четвертое замечание По поводу недостаточного исследования Этнических особенностей и различий Тесно связано с предыдущим пунктом моего выступления Предпосылки для формирования Националистических и шовинистических настроений Стали формироваться после прихода англичан Например, в то время, когда территория Шерланги Являлась колонией Португалии и Голландии Таких процессов не наблюдалось И последнее по поводу Последнего замечания С точки зрения тамильского населения Политические методы, которыми Пользовались сначала Федеральная партия А затем и Томильский объединенный фронт освобождения Оказались неэффективными Поэтому экстремистские элементы И стали набирать популярность Единственной политической платформой ТОТИ Был сепаратизм и тоталитаризм Что отмечено на странице 50 моего исследования Также вся политическая деятельность Тигра В конечном счете сводилась К сбору средств и вербовке кадров Для борьбы с правительством Безусловно, я бы больше внимания уделил ТОТИ В том числе я рассмотрел бы политическую базу Более скрупулезно, если бы деятельность Этой организации практически не сошла на нет Благодарю Спасибо, Кирилл Александрович Присаживайтесь пока Слово предоставляется официальному оппоненту Профессору кафедры теории и истории Международных отношений Российский университет дружбы народов Доктору исторических наук Юртаеву Владимиру Ивановичу Пожалуйста Уважаемые председатели, уважаемые члены диссертационного совета Мне всегда очень приятно быть гостем Дипломатической академии Тем более иметь честь выступать Перед столь высоким научным и ученым собранием В отзыве на диссертацию Вильнина Кирилла Александрович Межэтнический конфликт в Шри-Ланке Влияние на систему отношений в регионе Южной Азии Я бы отметил о том, что данная диссертация Посвящена малоисследованной в отечественной науке проблеме Межэтническому конфликту в Шри-Ланке Особенности моего влияния на выстраивание системы Международных отношений в регионе Южной Азии Актуальность диссертационного исследования Подчеркивает тот факт, что в современном турбулентном мире Межэтнические конфликты стали одним из глобальных вызовов человечеству Способствует возникновению на планете Всего новых зон нестабильности и насилия Актуальнее видится и попытка диссертанта Выявить основные элементы ланкийской политики Индии, Китая и США Вынужденных учитывать растущее значение региона Южной Азии И Индийского океана в мировой политике Кроме того, следует отметить, что в настоящее время Изучение малых стран Южной Азии, в том числе Шри-Ланки Ведется не так масштабно, как это было во времена СССР И даже в 90-е годы В имеющейся научной литературе отсутствуют комплексные разработки По данной проблематике, что также делает исследования Вильнина актуальным и значимым Как в общетеоритическом, так и в практическом отношении Добавлю, что отсутствие таких исследований Собственно и делает тему работы диссертабельной И определяет ее новизну Новизна работы заключается, на мой взгляд, в первую очередь в том, что По сравнению с другими научными трудами В диссертации Вильнина впервые в отечественной науке Подробно рассмотрен весь ход Сингал-Тамильского противостояния Начиная с его истоков и заканчивая постконфликтным регулированием Дано объяснение причин, последствий, вражды двух этнических общностей Показано ее влияние на взаимоотношения между Шри-Ланкой и другими странами Несомненно, интерес представляет обоснованный автором тезис о том, что Нынешняя ситуация внутри страны Это латентная фаза межэтнического конфликта Работа читается интересно Среди сделанных важных выводов Можно отметить замечание о том, что По мере перерастания конфликта в вооруженную стадию Делались попытки сочетать силовые методы решения Проблемы с политическими шагами, направленными на мирное урегулирование Но в конечном счете это не дало результатов И предпочтение было отдано военной составляющей Которой тигры освобождения Тамилы-Лама Длительное время успешно противостояли Автору, на мой взгляд, удалось доказать Я не буду подробно описывать достоинства глав Это и есть отзыв Что успех начального этапа переходного процесса По мирному разрешению сингала-тамильских противоречий Было обусловлено одновременным воздействием Сразу нескольких факторов И вот эти факторы Резкое уменьшение потока поступавших из-за границы Финансовых средств для ТОТИ Нагопленная усталость и разочарование В ТОТИ большей части тамильского населения Расколы в рядах В 2004 году военно-экономическая помощь Китая и Индии Оказанная правительством Шри-Ланки Пресечение Индии нелегальных поставок вооружений Истамилнады Наконец, чисто природный фактор Цунами, обрушившийся на восточные побережья Шри-Ланки 26 декабря 2004 года Который уничтожил значительную часть баз боевиков И складов из кронов оружия Также важны структурные и сложные выводы диссертанта По поводу вовлеченности крупных держав Индии, США, Китая В межэтнический конфликт Бесспорно является постулат автора О том, что благодаря своему географическому И стратегическому положению В Низком океане Роли Шри-Ланки могут значительно возрасти В геополитических планах крупных держав Шри-Ланка, несомненно, все больше становится Точкой приложения интересов великих держав Индии, США и Китая Мне кажется, это очень важный вывод На странице 150 При написании диссертации автор провел тщательное научное исследование Проявил компетентность, скрупулезность В изложении материала Четко сформулировал цель исследования Логика изложения отражена в структуре работы И не вызывает возражений Структуру диссертации включает теоретическую и практическую части Которые дополняют друг друга и отвечают цели работы А положения, выносимые на защиту, соотносятся с обозначенными задачами исследования Диссертация написана на основе изучения обширной базы источников И литературы числом 356 Поэтому основные положения вывода исследований И являются достоверными в моем понимании Оформление работы выполнено на уровне отвечающим установленным правилам Публикации соискателей Пять научных статей Из которых четыре опубликованного издания Включены в перечню в АК РФ И автор реферат Отражают основные положения диссертации И соответствуют ее структуре Однако при всех перечисленных достоинствах Работа не лишена недостатков И могут быть сделаны следующие замечания Первая, к сожалению, не была учтена коллективная монография Института Востоковедения Западной Азии Этнополитическая ситуация Под редакцией Лазарева «Москва. Наук. 1993 год» Это, пожалуй, одна из самых удачных работ В области исследования этнополитических процессов в Западной Азии Первая востоковедная стереография постсоветской России Авторы которой предложили новые подходы к изучению этнополитической ситуации на Востоке В написании разделов по Пакистану Например, участвовали такие признанные востоковеды Как Ганковский и Белокреницкий Второе, принято писать 1980-е, а не 80-е Как дано в ряде случаев Никого с удачным использованием выражения прошлого века Третье, автор отметил раскол в редакторе в 2004 году В странице 148 В числе факторов успеха начального этапа переходного процесса По мирному разрешению сингалотомийских противоречий Однако фактор короны, то есть раскол тигров на северных и восточных томилов Возможно, нуждается в большем внимании И, наконец, в тексте диссертационного исследования Дается интересный анализ роли ООН в урегулировании межэтнического конфликта в Шри-Ланке Что не нашло, на наш взгляд, отражения в заключительных выводах А ведь именно благодаря резолюции Совета по праву человека ООН в 2015 году Шри-Ланка, как это отмечается в диссертации, получила пространство для политического маневра В ситуации сильного международного давления в период президентства США Барака Обама Отмеченные замечания носят рекомендательный характер, а пожелания Скорее определяют перспективы дальнейшей научной работы соискателя И не снижают значение настоящего исследования и его высокой оценки Диссертационное исследование межэтнических конфликтов в Шри-Ланке В влиянии на систему отношений в регионе Южной Азии Представленное на сыскании ученой степени кандидата политического по специальности 23.004 Политические проблемы международных отношений глобального и регионального развития Представляют собой законченный самостоятельный научный труд Отвечая требованиям пунктов 9, 11, 13, 14 положениям и просуждения учебных степеней Утвержденного по основанию правительства Российской Федерации 24.09.13.842 в редакции по основанию правительства Российской Федерации 30.07.14.723 А его автор Кирилл Александрович Вильнин Заслуживает присуждение ученой степени кандидата политических наук Спасибо Спасибо Владимир Иванович за ваш отзыв Слово для ответа на замечания, которые были сделаны в отзыве официального оппонента Представляются соискатели, пожалуйста Позвольте прежде всего поблагодарить Владимира Ивановича за основательное, извините, доброжелательный отзыв Полностью принимаю первое замечание по поводу коллективной монографии «Западная Азия. Этнополитическая ситуация» К сожалению, при изучении обширной базы источников и литературы я обращал внимание именно на регион Южной Азии и упустил из виду данную работу Вследствие этого, помимо перечисленных признанных востоковедов, я не учел также вклад уважаемого оппонента, написавшего раздел «Этнофактор» в условиях переходного общества во второй половине XX века В указанной коллективной монографии Соглашусь, что вместо сокращенной формы 80-х годов надо писать полную форму 1980-х годов Хотя я и встречал такую форму в других научных трудах По поводу фактора Коруны, пускай и не слишком обширно, написано на странице 61 диссертации в двух абзацах Более подробно фактор Коруны не освещен с учетом ограничений, накладываемых избранной тематикой В первую очередь я старался рассматривать Сингало-Тамильское противостояние, а Коруна фактически присоединился к правительству в борьбе с Тоти В данном исследовании резолюции Совета ООН по правам человека я рассматривал как очередной инструмент США для давления на Шри-Ланку Поскольку именно США при поддержке своих союзников были инициаторами принятия этих резолюций Как показало исследование, сам Совет по правам человека на протяжении последних 10 лет на регулярной основе выдвигает жесткие обвинения против армии Шри-Ланки В якобы имевших место военных преступлениях и других нарушениях прав человека И требует их расследования, вне зависимости от того, какие силы находятся у власти Данные выводы не нашли отражения в заключении, поскольку выходят за рамки исследования Однако, безусловно, это найдет отражение в моих дальнейших научных работах Спасибо Спасибо, присаживайтесь Есть ли желающие выступить по диссертации? Пожалуйста Сейчас, минуточку Если желающих нет, то позвольте предоставить слово научному руководителю Главному научному сотруднику Центра Евразийских исследований имени Натальи Евгеньевны Пожановой Можно выступить? Да, ну, пожалуйста Вы знаете, во-первых, если сравнивать с советским периодом, эта тема актуализирована То есть сейчас о Шри-Ланке и об этом конфликте абсолютно никто не пишет и не интересуется То, что наш уважаемый аспирант обратился к этой теме и уверенно раскрывает эту проблему Это уже имеет значение Поэтому я бы подчеркнул актуализацию этого конфликта в этом исследовании И я думаю, что я вот в этой справке добавил, что именно новизна то, что аспиранты актуализируют тему Как известно, эти конфликты, как правило, то затихают, то вспыхивают вновь Поэтому с точки зрения исследователя вообще мировой науки конфликтологии Конечно, нужно эту тему держать как объект и как внимание Вот это я хотел сказать А так я бы поддержал Точнее, высказал точку зрения, что автор достоин присуждения кандидата Степени кандидата политических наук Спасибо Есть еще желающие выступить? Если нет, то тогда позвольте предоставить слово научному руководителю Главному научному сотруднику Центра евразийских исследований имени Натальи Евгеньевны Бажановой Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Доктору исторических наук Володину Андрею Геннадьевичу, пожалуйста Спасибо, Сергей Сергеевич Уважаемые коллеги Я позволю себе несколько слов сказать не в защиту Кирилла Александровича Ученый совет сам разберется и примет то решение, которое считает нужным А по поводу выступления Анатолия Дмитриевича, которое мне кажется очень уместным Потому что мне сегодня стало ясно, более выпукло, чем в процессе написания работы И отслеживания различных этапов ее подготовки Кириллом Александровичем Актуальность работы С одной стороны, в этом конфликте и в этом его уникальность не участвует фактор ислама И те работы, которые Александр Юрьевич писал о терроризме в Индии в более широком смысле И Владимир Иванович о конфликтности Юрий Васильевич Любимов говорил о социально-философской проблематике конфликтности В отзыве ведущей организации Все это действительно делает работу Кирилла Александровича достаточно актуальной Вот две в кавычках цивилизованные нации Сингалы и Тамилы никак не могут найти место на одной земле Это первый момент И здесь совершенно очевидно, что пересекаются и факторы взаимноэтнической неприязни Факторы политической экономии и институциональные факторы О которых очень хорошо говорил Александр Юрьевич Яковлев Это первый момент И второй момент Это стратегическая позиция Шри-Ланки Мы все прекрасно понимаем, что идет доставка энергоносителей из района Персидского залива На Дальний Восток, в сторону Китая, Южной Кореи, Японии и так далее Шри-Ланка приобретает особое стратегическое значение Руководство этой страны понимает это Так же, как понимает это и руководство Китайской Народной Республики Мне буквально 21 ноября в Дели было сказано Что Китай покрывает весь внешний долг Республики Шри-Ланка Это в Индии вызывает очень большую озабоченность Потому что они рассчитывали на улучшение при нынешнем ланкистском правительстве Отношений со Шри-Ланкой И конфликт как бы внутренний, латентный Как говорит Кирилл Александрович Переходит, может перейти опять в любой момент в открытую фазу Вот совокупность всех этих обстоятельств Наверное мы учтем И подготовим квалифицированную справку Об актуальности этой работы Спасибо Спасибо Хотел бы предоставить слово Зинченко Александру Викторовичу Ведущий эксперт, доктор исторических наук Центра международной информационной безопасности И научно-технологической политики МГИМО Медроссии, пожалуйста Уважаемый председатель, члены диссертационного совета Хочу поблагодарить вас за столь скрупулезный принципиальный подход К анализу представленного диссертационного исследования Я хочу выступить в качестве неофициального оппонента И признаться в своей вине вклада в данное диссертационное исследование Потому что период обучения его по специальности международное отношение Был деканом факультета мировой политики И это диссертационное исследование имело истоки Курсовой работы по дисциплине конфликтологии Потом выступало как научное исследование И получило золотую медаль в конкурсе Среди студенческих работ московских вузов Интерпретировалась, расширилась в выпускную и коллекционную работу Что создает историческую все материалы, которые он анализировал, обобщал и так далее И мне кажется, что ему настолько близка стала тема этого исследования Что он немножко затянул и в аспирантуре, поанализируя эту проблематику Стараясь расширить, углубиться и так далее Как говорится, лучший враг хорошего Я думаю, вы сочтете и поймете, что его стремление скрупулезно проанализировать И детализировать некоторые аспекты О чем говорит хороший базис источниковый, который он привлек для анализа И мне несколько смутило, что он не ответил на научную новизну Потому что классика жанра говорит, что решение поставленных задач Диссертационное исследование является научной новизной Определить причины, выявить особенности И все это есть Но мне кажется, что психологическую устойчивость я не совсем сформировал В процессе обучения его как студента Но я думаю, что диссертационный совет поймет, что содержание диссертации И актуальность ее, ее востребованность дает перспективу И дальнейшие его разработки в качестве уже будущей докторской диссертации И я хотел бы выразить мнение, что диссертационный совет судит строго, но справедливо Спасибо вам большое за... Спасибо, Александр Викторович, за ваше выступление Заключительное слово предоставляется соискателю Пожалуйста Хотел бы поблагодарить Евгения Петровича, Сергея Сергеевича, Адрину Шафиковну Всех членов диссертационного совета за содержательные комментарии и вопросы А также оппонентов и ведущую организацию за положительные отзывы Справедливые замечания и полезные рекомендации Все это помогло мне понять, в каком направлении строить мои дальнейшие изыскания Также хочу выразить искреннюю благодарность моему научному руководителю Андрею Геннадьевичу Володину За помощь и поддержку, которую он оказывал в процессе моей работы Для меня большая честь защищать свою работу в стенах дипломатической академии Престижного учебно-научного центра, имеющего мировую известность Обучение в аспирантурии при дипломатической академии позволило мне значительно расширить свой научный кругозор Совершенствовать навыки, необходимые при проведении научных исследований И получить высококвалифицированную профессиональную помощь по многим интересующим меня вопросам За что я очень благодарен профессорскому преподавательскому коллективу дипакадемии Спасибо Уважаемые коллеги, теперь мы должны перейти к процедуре тайного голосования Для решения вопроса в соответствии ее требований Требованием, предъявляемым диссертациям, согласно пункту 31 Положение о порядке присуждения ученых степеней Слово по составу счетной комиссии представляется ученому секретарю, пожалуйста Предлагаем избрать счетную комиссию в составе трех человек Это Карпович Олег Геннадьевич, Гришаева Лидия Евгеньевна и Шутов Анатолий Дмитриевич Пожалуйста, кто поддерживает такой состав комиссии, прошу голосовать Все за Пожалуйста, члены счетной комиссии могут приспеть к работе А все, кто не члены совета, пожалуйста, просим покинуть зал Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...